привет всем кому интересен ремонт в этом видео у нас фиат добло 2005 года и несчастье у нас в следующем несчастье у нас по крайней мере его начало видно невооруженным глазом вот эта лужица это у нас течет трубка жидкости гидроусилителя но это только пол беды большая часть беды нас ждет с внутрь с нижней части машины сейчас мы поднимем на подъемник и все это обсмотрим снизу нас открывается вот такой вот вид вот это у нас все выгнуто вот это у нас повыскакивалось гнезд вот это у нас оторвано это у нас выгнуто самое конечно неприятное то что у нас отломаны крепления интеркурлера радиатора вот здесь тоже все выворочено видите какая во всем этом неприятность ремонт должен быть максимально бюджетным радиаторы новые не покупать интеркулер новый не покупать но вообще ничего не покупать и если можно с разборки тоже ничего не покупать ну за исключением конечно бампера потому что без него как вы понимаете совсем бы нам пришлось туго этот вид работ я называю залипуха то есть ну видит бош это не по собственной воле своей я делаю а по велению клиента настоятеля автомобиля владельца его и нет у меня иного выхода как согласиться на такой прямо скажем не очень хороший ремонт очень непросто было найти бампер мне его привезли с другого конца испании потому что здесь вокруг валенсии я нигде не нашел почему потому что это уже модель после 2004 года это так называемый добло 2 второй выпуск его вот немного он потрепанный но совершенно соответствует критериям ремонта которые задал нам хозяин машины давайте сейчас будем снимать бампер с нашей машины будем выравнивать и подвязывать веревками все что можно подвязать и будем думать как мы все это организуем кстати автомобильные буры я вам подскажу это вся такая крутая решетка вот прям вот здесь дырки и вот там он замок сразу то есть ну чтоб вы в курсе были ну я думаю фары нам снимать не придется значит так что мы сделаем вот здесь у нас пластиковые гнезда для верхней части радиатора поэтому мы сейчас пропустим стяжной ремень через верх придавим его к своим гнездам ставим радиаторы и радиаторы конденсор в свои гнездах подтянем прижмем и потом уже относительно положение радиаторов будем плясать нижней частью будем выводить на ту высоту на которую нам это необходимо давайте чтобы не покерить радиаторы так как у нас нагрузка будет сюда такая нормально подложим что-нибудь например пенопласт так есть он у нас своем месте на своей высоте теперь поднимем машину посмотрим как мы сможем закрепить вот этот интеркулер как мы можем выровнять жестянку и подогнать его к радиатору с минимальными затратами кстати вот эти капли у нас видно нет вот это у нас пробита трубка гидроусилителя руля ее надо будет сочленить потом но это потом сейчас сначала давайте заниматься вот этим сейчас мы снимем интеркулер и снимем вот эту вот жестянку мы ее отстучим от стучим вот эти стоечки и потом попробуем собрать все назад вот это у нас седло для ножек радиатора да да вот одно и второе а вот это вот седло вот это и вот это видите это для интеркулера и и крепление интеркулера и крепление радиатора у нас отломано то есть надо здесь что-то будет выдумывать сам удар вот он его почти не видно но из-за вот этого удара вот такая беда произошла почему потому что я уже говорил машина сделана из говна и палок те же самые комуты на интеркулере то я больше чем уверен во всех остальных местах одноразовые то есть его снял вот он так выглядит во первых его и снимать то не самое удобно его или кусачками или плоскогубцами или бокорезами надо выковыривать вот сейчас я откручу вам еще покажу абсолютный маран ну вот видите у нас в интеркулер трубы какие такие серьезные да по ним может столько воздуха пройти а вот это куда эта труба сходится видите короче начинается она вот так а заканчивается она вот вот так я не знаю сколько это три четверти наверное да и такой получается в форме дудки наверно там на фиате свободное от работы время дудя в эти дудки вот видите да ну если не видите потом мы обрежем и посмотрим ближе значит предложение здесь я даже ковыряться не хочу мы просто обрежем шланг обрежем трубку я что то думал она пластиковая она у нас металлическая алюминиевая трубка да трубка алюминиевая поэтому вот эту секцию обрежем наденем шланг и поставим хабуты и все там давления особого нету поэтому можно это сделать без никаких трубок знаете когда стиваются говорят это все что надо знать вам о так вот это все что вам надо знать о фианке вот эта вот жисянка на которой держится половина машины причем одна из важных половин машины короче портография еще та так вот 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 судя по наклону вот этой площадке она должна быть горизонтально поэтому я вижу что вот это должно идти еще вперед То есть пока вот это полностью не будет горизонтально Относительно машины Потому что здесь оно не погнуто Вот это вся жестянка На которой держится Все Смотрим Нормально, да? Не я такой здоровый Это сделано просто Из такого материала На дворе конец 20 века У нас одна порывалинок на двоих А у вас что? Средств нету То есть денег Средства у нас есть У нас мозгов не хватает Вот это где-то На итальянском автоброме Короче Ну вообще Я не знаю, что тут говорить Ну я думаю, что вам все это самим Очень хорошо видно Что касается крепления радиатора А вот здесь Вот здесь в этом месте То, что у нас отломано Это вот такой вот пыльптик Этот пыльптик вставляется в резинку Которая в свою очередь вставляется в ту самую жестянку Которую мы пальцем гнули С левой стороны здесь И с правой стороны, соответственно, вот здесь Вообще при таких повреждениях радиатор должен меняться Но радиатор стоит денег А план у нас очень-очень четкий Потратить на ремонт этой машины минимум денег Сделать за липуху То есть совершенно откровенно клиент сказал Сделай мне как попало И поэтому у меня сгенерировалась одна Из моих гениальных идей Видите, вот здесь у нас отверстие И вот здесь у нас отверстие Вот это отверстие Для того, чтобы можно было закрепить Допустим, каркас вентилятора На этой машине он с внутренней стороны стоит А на других машинах он может быть стоять с внешней стороны А радиатор идти этот же самый С этой стороны у нас вот здесь Так, так, так Вот здесь такой же самый пымтик Чуть-чуть выше он И вот здесь отверстие расположено точно так же Поэтому я изготовил разные штучки Две разные такие скобы Вот Ну я палец сам точнул на станке Из жестянки выгнул основу Потом приварил это все Краска чисто для того, чтобы Оно меньше ржавело Вот Для чего я их сделал? Для того, чтобы можно было закрепить Вот так С этой стороны Видите, оно теперь никуда у нас не денется Тем более на него нагрузка идет вертикальная То есть не отламываться, ничего Именно вертикальная нагрузка И соответственно с этой стороны Должно будет это выглядеть Вот так И радиатор в принципе встанет как родной Держаться он будет даже лучше Чем он держался раньше Потому что у нас Палец металлический приваренный Плюс у нас взята гораздо больше база Она выше, поэтому Поэтому держаться будет лучше В нагрузке сможет переносить больше Хотя если будет такой же самый удар Отломается Что угодно Хоть из хромокубольтового сплава делайте Все равно отломается Потому что Ну машина такая Для верхнего отверстия Оно и предназначено Для того, чтобы туда заходил саморез Я подобрал Подходящий по Диаметру А в нижнюю мы вложим Гайку с болтиком Вот сюда будет гаечка с болтиком Точно так же У нас будет С этой стороны Сверху саморезик Внизу Болтик на 5 наряда С гаечкой Можно еще проще сделать Точно Сейчас мы сделаем проще А проще будет сделать вот так Мы берем Клепочную машинку Заклепку И обязательно с обратной стороны Шайбу Шайбу обязательно Потому что С той стороны У нас пластик С этой Это металл Металлический Мы сделали И с другой стороны Теперь Тоже То же Самое Заклепочка Машиночка Шайбочка Обязательно Иначе Вырвет наш пластик Еще при установке И все И клепаем Вот таким вот Нехитрым способом Мы спасли радиатор В прямом смысле слова Этот радиатор Ну так На вскидку Он рублей 200 Стоит Ну в смысле Евро 200 Вот Поэтому То что мы сделали Должно быть оценено По достоинству Дальше Нам надо Отремонтировать Вот эту Трубку Ну как я сказал Делать мы Будем Самым Примитивным Самым Голхозным Способом В первую очередь Поврежденный Участок Мы с вами Должны Обрезать Я для таких Вещей Используем Обычный Сантехнический Труборез Тазик Подставьте А то Сейчас Потечет Хотя Вполне Вероятно Что там Все что могло Было Уже Умыт Укро Не все Правильно Все Подставим Вот он Поврежденный Участок Видите Вот Его Нам И надо Восстановить Как я уже Сказал Восстанавливать Мы будем Самым Простым В мире Способом Куском Шланги Так как Здесь Давление Низкое А в шланге У нас Давление Шланга Точнее Это Выдержит Высокое Давление Поэтому Выдержит Наверняка Вот Единственное Что Мы сейчас Хомуты Наживим А Затягиваем Их Уже На месте Чтобы Они В процессе Монтажа Никуда Не Упирались Что Касается Интеркулера По идее Интеркулер У нас Должен Крепиться Вот Так Вот Так Это Должно Выглядеть Вот Так Примерно Вот Так Но Крепление Отломано Конечно Можно Сделать Это По Колхозному В Соответствии С Заказом Клиента То Клиент Мне Сказал Сделай Я Объяснял Как Чтобы Было Почти Бесплатно А Это Как Делается Сюда Ложится Пенопласт И Вокруг Стягивается Хомутами Пластиков Все Дальше Ничего Не Делается Но Честно Говоря Делать Мне Этого Не Хочется Давайте Наверное Попытаемся Сделать Мир Чуть Чуточки Лучше Поснимаем То Что Осталось Отпро Ушин И Нацеливаем На Своё Место Так Да Ну В принципе Сложности Здесь Особо Нет Можно Это Все Сделать Давайте Мы Так И Сделаем Значит Что Я Хочу Сделать Объясняю Чтобы Вас Не Томить Я Вырежу Две Вот Такие Накладки Металлические На Эту Сторону И На Ту Просверлю Здесь Отверстие Просверлю Отверстие Сквозь Металл И Пластик Вот Здесь Поставлю На Заклепке Скорее Всего И Между Пластиком И Металлом Залью Двухкомпонентным Специальным Клеем Ну Типа Эпоксидного Клея Вот Так Давайте Делаться Так Смотри Что я Приготовил Вот Эти Вот Вещи Вот Такие Вот Жестяночки Я Уже Обезжирил Они Пойдут У нас Вот Сюда Это Пока Так Для того Чтобы Просто Нацелить Прилепить Значит И Вот Такие Вот Болты Гайки Которые Мы Будем Пользоваться Для Того Чтобы Потом Все Это Дело Стянуть И Зафиксировать В приклеенном Состоянии Делать Надо Быстро Потому Что Иначе Внутри Внутри Вот Этой Трубки Застывает Клей И Надо Будет Новую Трубку А Эти Трубки Они Они И денег Стоят И Они Ну Короче Их Ограниченное Количество У меня Вот Так Вот Сделаем Вот Так Жестяночку Мы Лепим Вот Так Сюда И Очень Очень Быстро Стягиваем И Очень Очень Быстро Переходим На Другую Сторон Делаем Там То же Самое И Жем Потом Пока Высохнет Ну Вот Так Не Так Надо Шайбу Блить Что Я Тупанул Там Там В пластике Отверстие Такое Серьезное Поэтому Обязательно Шайбу Ну Ничего Никто Совсем Не Тупит Только Тот Кто Ничего Не Делает Так Есть Здесь Мы Затянули Все Ждем Пока Высохнет Переходим На Другую Сторон Проделываем То же Самое И Так же Самое Стягиваем Болтом Гайкой И Шайбой И Ждем Пока Все Это У нас Высохнет Так Чуть Подсохло Поэтому Можем Уже Засверлиться С особой Аккуратностью Без Напряжения Раз И Два Вот Так У нас Готово Теперь Мы Берем Заклепки Сюда Вставляем А сюда Обязательно Шайбочку Мешает Надо Открутить Оно Достаточно Достойно Держится Уже Но Мне Честно Говоря Не Нравится Вот После Заклепочек Будет Совсем Хорошо Джан То же самое делаем на другой стороне. Другое дело, теперь стоит на своих местах, можно приступать к монтажу этого всего на автомобиле. Но посмотрим теперь, как это можно все собрать в кучу, потому что мне здесь пенопласт будет мешать. Отлично! Есть! Новая машина практически. Сейчас сразу подкинем интеркулер. Новые хомуты. Закручиваем хомуты сейчас на нашем отремонтированном шланге гидроусилителя руля. Отлично! Теперь еще не забываем, что верхняя часть радиатора Другая тоже должна попасть там в свои пазлы, в свои гнезда. Я отсюда вижу... Другая часть. А вы, наверное, заиняете. Да, я у меня не забываю. Ой, как я сейчас direito к концу. Здравствуйте! Мне оформлено. Сейчас я нужно заиняю на эту хомутку. Я сделаю. Другую часть, кстати, обработка. Смотрите, я сделаю себе. Крепление под крыльями. Короче, машина та еще, самоотделкина. Так, снимаем ремень. Вставим банкер, в принципе, да. Так, что у нас дальше? Вот здесь у нас, вот сюда и сюда крепится бампер. Это правая сторона у нас, да? И здесь должны быть глухие гайки, но они у нас вырваны с мясом. Поэтому можно, конечно, как это и было сделано, сюда подложить гайку с шайбой и поизгалявшись покрутить. А можно сделать по-человечески. Я вам как-то уже показывал, как... Ставятся такие гайки, как-то все запрессовываются. Сначала мы отстучим и сделаем более-менее ровную поверхность. Вот так раз. И здесь то же самое. Подлезть и отстучать. Вот так раз. теперь желательно конечно под запрессовываемые гайки поставить шайбы чтобы увеличить площадь единственное что чтобы шайба не была слишком толстая иначе она на эту гайку не зажмет отлично и у нас получилось практически заводская гайка видите ну это качество о чем здесь можно говорить так то же самое нам надо сделать во втором отверстии отлично вот не забывайте что на этой хрени держится большая часть бампера вот это тоже у нас погнуто не на своем месте накладка не влазит ну это конечно результат удара сюда видимо был удар это два совершенно разных удара никакого никакой связи между ними нет так ну что тогда давайте опускаем теперь уже точно опускаем и ставим бампер сразу зальем жидкость гидроусилителя здесь у нас обычный декстрон 2 атф его в принципе даже не надо проверять потому что гидроусилитель работал единственное что по мере того как терял масло начинал будить поэтому никакой причины которая бы ему препятствовал работе нет сейчас посмотрим как наши ремонтированные гаечки войдут болты так здесь готова закручен с другой стороны здесь у нас ну лучше чем на заводе конечно мы не сделаем да мы к этому и не стремимся собираем с другой стороны поднимаем и прокручиваем нижнюю часть я так слегка дунул серым и крышки и сам бампер чуть спреем потому что оно уж совсем грустно выглядело оно и сейчас конечно не в самом лучшем состоянии но все лучше чем было просто я вам рассказывал какие у нас распоряжения относительно ремонта сделать по возможности бесплатно бесплатно не будет но подешевле постараемся точнее что там стараться нам осталось то решетку одеть верхнюю белую и номер нацепить опускаем в машину давайте это и нацепим ну что вот очередной ремонт и можно считать законченным помните как все было все было плохо все было разбито бампер мы нашли а вот радиатор мы восстановили в чем я считаю наша с вами большая заслуга потому что иначе бы клиент попал на нормальные такие деньги а так ему будет это стоить дешевле ну а так в принципе по ремонту можно сказать все если видео вам было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал всем спасибо всем удачи а